Всем привет, друзья! Зата третья у меня сегодня мокрая на ремонте. Хвалёная водонепроницаемость. Давайте посмотрим, насколько сильно он моклый. Можно ли её восстановить вообще. До 100 градусов разогрел телефон. Довольно легко отнимается задняя крышка. Горячий телефончик. Батарея отстегнулась. Вот она у нас. Так, смотрим. Мокрый разъём сразу вижу. 3,70 у нас стоит на батарее. Я удивлён. Батарея заряжена. Итак, пожалуйста, смотрите следы воды. Не знаю, в чём проблема. С клиентом я не общался. Каким образом затекла вода сюда. Может быть, оставил открытую заглушку. Давайте вытащим карту памяти. Слой сим-карты. Может быть, я оставил заглушку. Может быть, вода. Может быть, телефон не такой уж и водонепроницаемый, как об этом говорят. Где-то протекает. Не знаю, сам ни разу не пользовался, не опускал воду. Не из-за вторую, не из-за третью, не из-за первую. Итак. Снимаем. Снимаем системную плату для осмотра. Осматриваем все разъёмы, которые очень любит вода. Камера передняя, задняя. Коаксиальный кабель отстёгиваем. Отсоединяем системную плату. Смотрим, что у нас с другой стороны. Здесь я ничего такого страшного не вижу. Вот разъём гнезда зарядки. Есть здесь капля воды на конденсаторе. Давайте снимем защитные экраны, посмотрим, что под ними. Здесь вообще всё отлично. Если какое-то незначительное количество попало на плату, всегда обращайте внимание на обратную сторону защитного экрана. То есть вот сюда здесь постоянно остаётся капля воды. А здесь тоже, я думаю, всё чисто. Вот здесь вот есть капля перед защитным экраном. Внутри я ничего не вижу. и так смотрим в другую сторону. Смотрим на защитный экран. Видите, да, следы? То есть влага сюда попадала. Это хорошо у него не запаян защитные экраны, легко снимаются. не как в Блэкбери. То есть, видите, да, под защитными экранами вода была не так уж и много. Где-то и вообще не было. Ну вот в основном куда у нас попала вода возле разъёма батареи, возле разъёма этого самого шлейфа боковых кнопок. и это у нас основной разъём основного шлейфа, который передаёт, который соединяет системную плату с дисплейным модулем. Вот. Соединяем камеру и погружаем системную плату вузовое. кайлов. Ванна у меня. 3-4 цикла по 5 минут. Будем думать это достаточно. Давайте далее посмотрим, что у нас происходит с дисплейным модулем. Очищаем разъём основного шлейфа, на котором тоже имеются следы влаги. Шлейф боковых кнопок. Камера у нас чистая. Так, смотрим, что у нас с нижним модулем. Снимаем два винтика. Снимаем нижнюю прокладку. соединяем шлейф. Здесь вот такая методическая скобка стоит, которая держит нижний динамик. подсоединяем. Подсоединяем. Качу сепаратор под серийный кабель. аккуратно отстёниваем. Здесь у нас находится нижний динамик. Это его контакты. ничего такого страшного тоже я здесь не вижу. Вроде есть следы влаги. Вот здесь на динамике стоят две катушки. Они вроде вот целые. Не вижу никаких следов воды. Далее снимаем антенны модуля отстёбиваем ребра звонок. Снимаем антенны модуля звонок. Прокладка. Как видите, здесь всё чисто. осталось проверить разъёмы дисплейного модуля. Если они в порядке, значит будем надеяться, что системная оплата тоже у нас заработает, потому что не так уж много воды на неё попало. Итак, снимаем антенну модуль. Здесь у нас находится разъём основного шлейфа под металлическим скотчем микрофон. Отстёгиваем. Смотрим, что у нас здесь. Здесь у нас всё отлично. металлическая заглушка. Разъём тачскрина. Тоже, видите, да, всё чисто, всё отлично. Застёгиваем всё обратно. собираем всё в обратном порядке. Так, нижний динамик. антенный модуль. контакты нижнего динамика. Застёгиваем шлейф, вставляем вибра-звонок, застёгиваем металлическая скоба, которая держит нижний динамик. правильно вставляет. Так, коэксиальный кабель. Итак, первый цикл у нас закончился. ВЗО я сейчас включу второй и потом поставлю на паузу и продолжу снимать после того, как системная плата у меня 3-4 цикла идёт возле нижняя прокладка. Ставим её на место сразу. Про этот нижний модуль можно, в принципе, забыть. Ни капли воды там не было практически. Единственное, на поверхности нижнего динамика были следы влаги очень незначительные. Я думаю, проблем никаких быть не должно. Защитные экраны всё на стороне. Проверьте камеры, чтобы не было следов воды на камерах. Очень любит вода затекать вот в эти разлимы. камеры вот эти щели. Сюда то же самое. Итак, друзья, ставлю на паузу. Минут через 15 продолжим снимать. Итак, друзья, продолжаем снимать. Подходит к концу третий цикл. Итого системная плата Z3 провела у нас УЗВ порядка 15 минут. Я считаю, этого вполне достаточно. За это время я успел поменять гнездо зарядки на таком чудесном алкотеле. Итак, достаем системную плату. вот она у нас вся. Кстати, УЗВ я заливаю изопропиленовый спирт. Очень хорошо очищает печатные платы. Золото, серебро, все, что угодно. постоянно используем его в ремонте. Здесь воды практически не было. Вот где у нас преимущественно была вода. Выбываем систему плату. Итак, ставим защитные экраны. Так. Вставляем камеру. Поставляем систему уплаты. Поставляем камеру. 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 Очень хрупкая крышка, будьте аккуратны, лучше конечно дергать за веревочки, но в данном случае у нас веревочки не сработали, вот они, итак, сняли батарею, давайте проверим, что у нас получилось Виброзвонок заработал, что-то оживилось Включаем Включаем зарядку Лампочка загорелась Судя по всему зарядка пошла Попробуем еще раз Включаем зарядку Попробуем еще раз Тач работает, ощущаю вибрацию, касание, не работает дисплей. Здесь у нас всё в порядке, я думаю проблема кроется в разъёме. Сейчас я посмотрю под микроскопом, сто процентов, что проблема где-то вот здесь. Итак, ставим на паузу и после нахождения программы продолжаем снимать. Итак, друзья, продолжаем снимать, продолжаем мучить эту третью мокрую, по-моему я нашёл в чём проблема. Сейчас я вам покажу, здесь у нас, видите, да, здесь, сейчас, секунду, я наведу резкость. Здесь у нас стоят два конденсатора. Это не конденсаторы, затрудняюсь сказать. Возможно катушки индуктивности, возможно предохранитель. В общем, они прозваниваются, видите, вот два, и вот здесь должен стоять третий, я его оторал, потому что он полностью сгнил. К сожалению, схемы у меня нету на этот телефон, если у кого-то есть, кто-то найдёт, буду благодарен. Мы сейчас просто замкнём. Держался на добром слое, я его буквально немного подделал, и он моментально отлетел. Вот, немного расцарапал пятаки иголкой. Сейчас мы его залудим. И замкнём. Я думаю, что, я думаю, что как раз в этом кроется проблема подсветки дисплея. Так. 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 Продолжение следует... Поставили перемычку. Сейчас я еще раз проверю под микроскопом. Итак, удаляем остывки флюса. Такая беда у нас получилась. Видите, да? Продуваем горячим воздухом. Удаляем остатки специального раствора. Так, ставим батарею. Ставим антенки. Так, давайте все-таки включим, проверим. Ура! Все загорелось. Восстановление утопленной Z3 прошло успешно. Собираем Z3 и возвращаем клиенту. За эту работу мы берем ни много ни мало 40 евро. Я считаю, что это нормально. Учитывая, что на сегодняшний день данная Z3 у нас стоит 400 евро. Я думаю, 40 евро за восстановленный мокрый телефон. Такую стоимость это не так уж и много. По крайней мере, клиент должен остаться довольным. Все работает. Тач. Нагреем крышку немного, чтобы вернуть свойства скотча заводскую. Может быть, заводскую. У меня хоть какую-то клейкость. Всем спасибо за внимание, с вами был Дов, подписывайтесь на наш канал. Всем удачи в ремонте, до свидания.